Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему того, как не фокапить авторский надзор. Меня зовут Андрей Кузьменко, я сооснователь архитектурной студии VKA Architects и также являюсь преподавателем на ресурсе arctutors.org. В нашей студии я являюсь, кроме того, что сооснователем, также BIM-менеджером. Сегодня мы поговорим о услуге авторский надзор. Этот вебинар является приглашением на наш курс, именно по авторскому надзору. Мы рассмотрим саму проблематику авторского надзора, какие проблемы случаются на стройке, для чего он нужен, а также то, как эту услугу предоставить клиенту и продать. Сегодня мы начнем эту тему по авторскому надзору. Также у нас будет несколько дополнительных вебинаров, на которых мы также будем эту тему продолжать рассматривать. Итак, что же такое услуга авторский надзор? То есть авторский надзор – это реализация проекта с максимальной эффективностью и минимальной нервотрепкой при его строительстве, потому что всегда возникают какие-то вопросы, какие-то уточнения, которые необходимо всегда уточнить. Строители пытаются узнать какие-то моменты, как им решить определенный узел, что им при этом использовать, какие материалы и так далее. То есть если авторского надзора на объекте нет, всегда начинается какой-то тупеж, либо же работы останавливаются до выяснения решения определенных моментов и задач, либо же строители делают порчу материала, и это вызывает только негативные эмоции со всех сторон. То есть ответы на все вопросы по проекту необходимо получать непосредственно от человека, который проект этот разрабатывал. Если мы до этого разрабатывали проект, то, соответственно, для полноценной и качественной его реализации на любом случае необходим авторский надзор. В этом процессе есть очень много различных проблем, подводных камней, и на нашем курсе мы эти моменты рассматриваем и даем уже готовый алгоритм и структуру, как с ними действовать. Какие же частые проблемы неподготовленных дизайнеров и архитекторов при авторском надзоре? То есть первая проблема – это когда всем все пофиг, и реально на самом деле настройки – это такой частый случай, когда всем подрядчикам плевать, каждый хочет сделать свою работу и уйти на следующий проект, а в этом процессе вы как дизайнер или архитектор заинтересованы лицо в том, чтобы ваш объект реализовался в точности с его задумкой и, соответственно, по хорошим качествам. Также настройки часто могут возникнуть игры, выщем виноватого, когда что-то пошло не так, что-то неправильно смонтировано, что-то закосячил кто-то и начинают искать того, кто же в этом виноват. Также можно услышать комментарии – это же твой проект, твое решение, поэтому здесь с любой стороны, то есть со стороны строителей, подрядчиков и так далее, всегда может прозвучать обвинение в вашу сторону, если у вас не будет, конечно, своей твердой позиции и вы не будете к этому подготовлены. То есть также проблематика бывает, когда на объекте нету генподрядчика. Это очень важный момент и тему генподряда мы будем рассматривать в отдельном вебинаре, потому что это очень обширная тема. И я видел ваши вопросы по данной тематике, я понимаю, что эта тематика интересна для вас. И проблема является, когда генподрядчика нету, и на объекте есть много отдельных подрядчиков, как бы, возможно, их контролирует каким-то образом заказчик, либо же служба заказчика, но это не совсем правильно, потому что на любом объекте должен быть генподрядчик, который контролирует все строительные процессы, включая также отдельных подрядчиков. То есть они как бы отчитываются перед ним. Когда нету прописанных договорных обязанностей участников проектов, это также очень большой такой груз и проблема, потому что когда у вас нету конкретики в том, кто за что ответственный, на ком какая обязанность и так далее, то всегда возникают различные проблемы, нестыковки и так далее. Чаще всего это случается, когда на стыке каких-то решений есть несколько подрядов, два, а то и более, и они не могут найти какое-то решение, либо же что-то где-то не стыкуется. В нашей практике у нас есть такой регламент, как бы, ответственный за отдельные, как бы, участки и работы по проекту, по его реализации. И в нашем курсе мы, конечно же, его также даем. Также проблематика есть часто, что вы, как дизайнер, либо архитектор, начинаете выполнять при процессе реализации проекта различные обязанности, которые вас не касаются. То есть, когда нету ролей участников четко расписанных, заказчик может иногда от вас требовать различные, как бы, моменты, когда вам приходится становиться полупрорабом, либо полуценным прорабом, либо отделом снабжения и так далее. Все эти моменты также мы рассматриваем. Также стоит понимать различия между понятием «авторский надзор» и «технический надзор». И также внесение правок в проект уже на этапе ее реализации. То есть, эти моменты должны также отдельно осмечиваться и оплачиваться. Кто что хочет на объекте? То есть, со стороны клиента, то он, как бы, всегда хочет получить свой продукт, продукт – это имеется в виду не только проект, а также реализацию проекта в срок внезапно. То есть, все мы с этим сроком знакомы, когда к нам приходит заказчик, и когда речь заходит о том, какие сроки вы хотите это выполнить, они все отвечают, в основном, внезапные сроки. И также заказчик думает, что все участники проекта профи. Конечно же, это так должно быть, все должны быть просигналованы в своей деятельности, но не всегда это так случается. В основном это, как бы, моменты с ребятами, кто работает в общестрое. Строители, они, конечно же, хотят поскорее закончить свои общестроительные работы и уйти на другой объект. Подрядчики также хотят выполнить свои специфические виды работ, получить оплату и также, как строительные, уйти на другой объект. То, что касается поставщиков, то, в любом случае, у них есть свой план по продажам и, конечно же, они хотят впарить вам все, что могут впарить на ваш объект, и им, как бы, дела нету до вашего проекта. Поэтому здесь стоит понимать, что вы, как автор проекта, самое заинтересованное лицо в том, чтобы все реализовано было правильно и в срок с соответственным качеством. Зачастую заказчики начинают пытаться сэкономить не то, что на строительных, как бы, работах, либо материалах, а также на том, что не заказывать услугу авторским отзором. В нашем курсе мы рассматриваем эти варианты и показываем вам, каким образом подготовить заказчика к тому, что, как бы, эта услуга ему нужна, и она нужна, как бы, не только заказчику, а также вам для полноценной и грамотной реализации вашего проекта. Поэтому цена такой экономии – это зря потраченные время и деньги, не только, как бы, всех участников проекта и заказчика, а, как бы, это касается также и автора проекта. Заказчику всегда можно, как бы, сказать, что материалы сейчас стоят, как бы, недорого, работа также недорогая, можем спокойно все решения проектные, как бы, переделать. Поэтому не стоит саму себя обманывать. Также немаловажным таким моментом является генподряд. Я не буду затрагивать тему разработки дизайн-проектов, там, апартаментов жилья, потому что это объекты маленькие, там можно обойтись и без генподряда. Но в нашей, как бы, сфере мы, в основном, работаем с коммерческими интерьерами. И коммерческие, как бы, интерьеры – это немножко другой, как бы, сфера, как бы, разработки проекта, потому что она требует мгновенного подхода по срокам и также определенные решения, которые должны адаптироваться, во-первых, в срок, во-вторых, там, в логистику и так далее. То есть, в основном, коммерческие объекты – это объекты, за которые платится аренда. И понятно, что заказчик, он заинтересован в том, чтобы все было выполнено максимально быстро. Но не забываем о том, что также должны быть применены интересные какие-то решения архитектурные. Поэтому здесь очень необходимо сталкиваться с генподрядными организациями. И мы стараемся на своем пути всегда рекомендовать генподрядную организацию, с которой мы уже воплотили несколько объектов. Об этом мы также поговорим на нашем курсе и сделаем также отдельный вебинар, потому что это очень важная, обширная тема. Я вам также немножко расскажу о проблематике проблем на стройплощадке, с которыми сталкивались мы. На нашем курсе мы различную проблематику рассматриваем. Не только ту, которая случается на стройплощадке, а, в принципе, также и организационную. Для того, чтобы после прохождения нашего курса вы были готовы к различным ситуациям. То есть мы моделируем все эти ситуации у нас на курсе. Немножко расскажу о этом объекте, который вы видите на экране. Это строительство коттеджа. Здесь проблема была в том, что изначально в процессе работы над данным проектом к нам пришел заказчик. Мы сделали ему эскизный проект. Конечно же, до этого, запросив пятисотку, сделав геодезические работы, получив рев на местность и так далее. То есть здесь мы как бы подошли как бы изначально к этому объекту грамотно, нарисовали эскизный проект, получили разрешение на строительство. И после чего возник вопрос в том, что необходимо делать рабочую документацию. Заказчик не совсем понимал, зачем она нужна, если уже есть разрешение на строительство эскизный проект. Но пригласив своего прораба, заказчик понял, что прораб ничего не построит по эскизному проекту. Поэтому он согласился с тем, что ему необходим рабочий проект. И как бы мы приступили к его разработке. Конечно же, мы заказчика сразу же убедили о том, что нам необходимо выполнить геологию для того, чтобы конструктор спроектировал грамотный фундамент. На что как бы заказчик странно отреагировал, потому что человек не из строительной отрасли, он никогда с этим не сталкивался и не понимал, зачем это делать. Все вокруг строят дома и геологию никто нигде не запрашивает. Поэтому мы еще раз ему акцентировали внимание на том, что это в любом случае нужно. Но заказчик решил, что он немножко умнее нас и пошел к соседу рядом, в тот белый домик, который вы видите, и спросил соседа, какие тут грунты. Конечно же, сосед тоже никакого понимания в строительной отрасли не имеет. Он ему сказал, что грунты нормальные. Заказчик пришел к нам и сказал, пацаны, надо рисовать, грунты нормальные. После чего мы третье раз сказали, что это как бы не совсем грамотный подход. В любом случае необходимо его выполнить. И также мы, кроме того, что на словах написали это ему в письме и в мессенджере, для того, чтобы оно как-то зафиксировалось. И после чего конструктор пофукал, пофукал, конечно, но выполнил решение по фундаментам с небольшим запасом для того, чтобы не волноваться о том, как эта ситуация пройдет. Но самое смешное ждет нас впереди. Я думаю, что вы все уже прекрасно поняли, что с фундаментом возникнут проблемы. Итак, строительство началось зимой. То есть прораб выкопал вот эти вот маленькие такие котлованы под заливку фундамента. Выполнили они опалубочные работы, залили фундаменты и пошли такие невероятные осадки, дожди и снега. И как бы у прораба не было возможности выполнить обратную высыпку грунта в эти как бы фундаментные элементы. И после чего прошла зима, весна, можно продолжать все это дело строить. Заказчик зимой несколько раз выезжал на свой объект. Наверное, он там визуализировал, как будет прилить его будущий дом. И прикол в том, что он начал присматриваться и замечать, что фундаменты как-то не сильно, как бы ровно, оптогонально относительно друг друга размещены. Он начал сомневаться и начал спрашивать прораба, почему так. Прораб сказал, что все окей. На что заказчик все равно продолжал сомневаться и позвал другого прораба с другого объекта своих каких-то там коллег. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, как прорабы оценивают работу других прорабов. Конечно же, этот прораб пришел, сказал, что все ужасно плохо, все у вас криво, я бы строил намного лучше. И сказал, что нужно позвать геодезиста для того, чтобы проверить действительно соответствие размещения этих фундаментов. Он привлек своего геодезиста, который пришел, померил все, сказал, что да, фундаменты кривые, разъехавшиеся. И спросил, как вы это вообще делали, есть ли у вас вообще геология. В этот момент заказчик понял, что что-то действительно не так и с геологией, и с прорабом. От прораба он сразу же избавился, попрощался с ним, а нас начал мучить, почему же мы не сказали, что ему нужна геология. На что мы ему вбросили и скриншоты, и письма, на что он, как бы, немножко обиженно отреагировал, сказал, почему же вы меня не убедили. Хотя мы его убеждали много раз, и это для нас большой опыт, что на будущее без геологии мы никогда делать не будем. Как бы смешной эта ситуация не была, но, как бы, на этом объекте поменялся прораб. Не могу сказать, что прораб стал лучше, потому что с ним также очень много было проблематики. Но на этом объекте у нас возник такой, как бы, смешной термин, это как молочные фундаменты. Ассоциация здесь, конечно же, с молочными зубами, потому что, как вы все поняли, приехал кран, и все эти фундаменты вытащил, и, как бы, выкинул. То есть, здесь выполнен был новый проект фундаментов, и заливались новые фундаменты. Какие-то потери по средствам, я озвучивать не буду, но заказчик ходил в таком состоянии, немножко бледном. Немножко бледном и расстроенном. То есть, вот та экономия минимальной суммы на геологию отразилась заказчику очень большим, как бы, таким снежным комом в будущем. Но также, кроме этого фундамента, на данном проекте было несколько проблем, что заказчик не понимал, зачем ему автоский надзор, и думал, что, как бы, мы его разводим, поэтому он от него отказался. Прораб вел параллельно несколько проектов, и больше, я скажу так, больше пяти, поэтому сказать так, что совсем внимательно он к нему относился не могу. И также начались здесь проблемы с тем, что фундамент под забор завели на метр длиннее, после чего невозможно было там установить калитку. У пандуса для въезда машин поменялся угол уклона. В связи с этим поменялась отметка въездных ворот, что повлияло на пропорцию всего этого остального комплекса, и художественный образ был нарушен. Также в этом проекте у нас были скрытые отливы с кровли, но рабочие, видимо, рабочую документацию не смотрели и сделали их открытыми, после чего переделывали. И как бы кучу остальных сопутствующих моментов, на которых заказчик как бы в итоге понял, что авторский надзор ему нужен и привлек нас. То есть таких ситуаций и факапов на самом деле очень много, но задача в том, чтобы быть подготовленным и иметь свои аргументы, как заказчику объяснить, что ему действительно это нужно. Сейчас я вам показываю другой объект. Это объект, который был реализован без генподрядчика. Проект коммерческий и сложности в нем были в том, что было много разных подрядов и не было генподрядчика, кто бы все эти моменты сводил. То есть постоянно были какие-то косяки и покапы, хотя авторский надзор у нас на этом объекте был. Мы постоянно указывали на различные моменты, где что не так, но поскольку это были отдельные подряды, всем было все пофиг, поэтому здесь было очень много таких негативных эмоций, которые испытывал заказчик, видя, что всем все пофиг, но каждый пытался выкрутиться и обосновать, что он все делает правильно. Поэтому на коммерческих объектах работа без генподрядчика это Epic Fail. То есть здесь у нас были ситуации, когда подрядчик по металлу менял какие-то решения, неправильно что-то монтировал, после чего на данные металлические подсистемы пола приходили стекольщики, которые стекляли все это дело, но здесь проблематика была в том, что в процессе проектирования был выбран один подрядчик в процессе реализации заказчик его сам поменял на какого-то своего, его подрядчик очень жестко косячил и разбил наверное процентов 35-40 стекла, что потом как бы формировало допсметы, что как бы конечно же не радовало заказчика и на середине объекта он избавился также от этого подрядчика по остеклению и привлек вообще как бы третью сторону третьего подрядчика по остеклению и я думаю что вы все прекрасно понимаете что здесь не может прийти речь о качественном выполнении данных работ по стеклу на данном объекте то есть здесь также мы напрямую работали не с заказчиком а со службой заказчика и эта служба заказчика мужичок был который как бы постоянно пытался как-то оптимизировать проект и пытался избавиться от лишних различных элементов на нем пытаясь на таких навесах больших убрать водосточные как бы жалоба я думаю что вы все прекрасно понимаете что когда пошел год что это все начало затекать и к этому вопросу как бы вернулись хотя здесь был автостонадзор и мы акцетировали внимание о том что это необходимо и также очень много было моментов с другими подрядами как они между собой стыковались когда приходили одни подрядчики которые делали лстк конструкции после чего приходили другие подрядчики которые обшивали цсп панелями и здесь была проблематика в том что первые подрядчики выполнили какую-то минимальную погрешность в виде сантиметра двух следующие пришли также накрутили немножко криво дали свою погрешность сантиметра после чего пришли подрядчики по отделке и по стеклу и у каждого также были вот эти допуски но эти допуски были слишком большими и за счет того что как бы не было логин подряда который это все контролировал мы-то приходили конечно же говорили что здесь плохо здесь плохо здесь плохо но как бы эти вопросы не закрывались то есть это все дотягивалось до того пока служба заказчика не приходила в режим ярости и не начинала как бы всех пугать большими штрафами и бегать с очень не очень пристойными словами обращаясь ко всем участникам стройки поэтому на таких проектах необходимо понимать что день подряд очень важен но также кромки подряда очень важен авторский нонсор для того чтобы это все было компетентно и качественно на примере данной конструкции бара хочу объяснить также проблематику стыковки нескольких подрядчиков к примеру здесь полы выполняла одна компания которая занималась остеклением она не очень ровно примкнула и вторая компания которая выполняла остекление бара которая пришла после того как заказчик выгнал первую были остыковки по полу где приходилось потом решать дополнительные накладки некоторых в проекте не было но за счет того что решение были монтаж был некачественным приходилось выполнять различные дополнительные моменты которые качество проекта портили и также кроме того что здесь есть стеклянные элементы у бара есть задник который выполнял отдельный подряд песок в эти элементы наполнял четвертый подрядчик а пятый подрядчик делал столешницу на весь этот элемент и в принципе каждый свою работу закрывал делал но проблема была в том что данный объект был на открытом воздухе и я думаю что вы все понимаете что часто бывают такие моменты непредимые это конечно же пошли осадки пошел дождь и вся эта конструкция с песком стала бассейном почему так случилось потому что подрядчик который засыпал песок в этот период у него как бы по его контракту не было указано то что он должен эту всю конструкцию накрыть вот он ее не накрыл а работу свою он выполнил за которую как бы получил свою оплату а подрядчик который должен монтировать эту столешницу должен был ее монтировать через один день и он был на монтаже на другом объекте соответственно он не мог приехать и это все накрыть поэтому после того как это все стало бассейном была проблематика в том чтобы эту воду спустить но этот вопрос решили вторая проблематика была в том что на следующий день столешницу установили но прошла неделя и поскольку это песок в нем есть органика я думаю все прекрасно понимаете что случилось следующее туда полез как бы грибок и это все красиво еще зацвело что как бы впоследствии было все как бы выполнено с демонтажом и заново с монтажом и здесь эта проблематика заключается в том что не было подрядчика одного ответственного лица за то за то чтобы реализовать данный элемент когда есть несколько различных подрядов проблематики в строительных процессах на самом деле еще больше и все эти сложные моменты мы рассматриваем у нас в курсе моделируем различные ситуации для того чтобы вы были подготовлены к различным проблемам и коллизиям сейчас мы поговорим о услугах для всех услуг необходимо формировать сначала на встрече презентацию для заказчика и также в нашем курсе мы эти моменты рассматриваем то есть мы рассматриваем как презентовать услугу проект как эту презентацию составить из чего как бы проект состоит и как бы ваше преимущество и так далее кроме услуги проект в процессе проектирования необходимо также делать презентацию о услуге авторский надзор потому что заказчику необходимо к этому подготовить у него должно быть понимание за что он платит и зачем ему эта услуга авторского надзора необходима также в услугу авторского надзора мы включаем услугу комплектации то есть это такая как бы подуслуга которую мы проводим на этапе авторского надзора То есть мы предлагаем свою честную модель ведения комплектации, которую мы рассматриваем у нас в курсе И призываем всех к данной модели То есть данная модель является открытой То есть нету дербанивания денег за спиной у заказчика То есть мы заказчику открыто говорим, что мы даем вам дилерские цены Но за счет того, что мы производим комплектацию на определенной позиции Мы берем с них определенный процент Данная тема комплектации она также очень обширная И по теме комплектации мы сделаем отдельный вебинар Но более углубленно все же мы эту тематику рассматриваем у нас на курсе В услугу комплектации входит выбор различных элементов То есть предоставление образцов, согласование их Но также кроме этого необходимо просмотреть моменты, которые касаются договора на комплектацию Которую мы у нас в курсе рассматриваем Логистику То есть все эти элементы необходимо грамотно, вовремя доставить И мало того, необходимо также с гелподрядчиком, с его графиком Производственных работ Чтобы доставки тех элементов, которые комплектуете вы как дизайнер или архитектор Были именно в срок То есть то время, которое необходимы настройки Ни раньше, ни позже Для того, чтобы они не хранились, не хламились, не портились на стройплощадке Чтобы рабочие там их не оббивали и так далее Но также важно в том, чтобы ваша поставка была именно в то место, которое вам необходимо И те моменты, которые вы заказываете Вам, конечно же, нужно принять Проверить на дефективность И на полное соответствие того, что вам необходимо И также проверка на количество На нашем курсе мы эту тему углубленно рассмотрим Поговорим о формировании кэшбэков Рассмотрим те варианты комплектации, которые предлагаем мы А также рассмотрим остальные Очень важна эта коммуникация Во всем процессе строительных работ Чтобы она происходила в определенном русле Чтобы все участники проекта имели всегда актуальную информацию И также для обмена информации Мы предлагаем свою структуру обмена информации Которую мы на курсе рассматриваем То есть идея в том, чтобы у вас всегда была актуальная информация Хранилась в одном месте Также мы предлагаем формировать Отчеты о проделанной работе и о авторском надзоре То есть ведется журнал авторского надзора Также предоставляются отчеты заказчику То есть заказчик должен понимать, за что он платит деньги И также понимать о том, что происходит у него на стройплощадке Потому что у заказчика не всегда есть время присутствовать на стройплощадке Он не всегда может понимать также проблематику, которая там происходит А некоторые моменты он может воспринимать немножко неправильно Либо близко к сердцу И поэтому все эти моменты мы также рассматриваем То есть мы предлагаем формирование отчетов и уведомлений И протоколирование самого процесса авторского надзора И реализации проекта Также мы рассмотрим сдачи приемки работ То есть мы предложим свою схему того, как это реализуем на объектах мы И важно понимать, что строительно-отделочные работы должны всегда вас радовать Вы всегда должны быть позитивным и не находиться в стрессовой ситуации То есть вы должны быть непосредственно подготовлены к тому, чтобы полноценно реализовать данные проекты То есть решением данных проблем по реализации проекта Это собственно наш курс авторский надзор На который мы вас всех приглашаем Ссылка на данный курс будет внизу видео В итоге вы поймете, что все проблемы настройки можно решить Если вы будете действовать грамотно и системно Саму систему и алгоритм мы даем в нашем курсе После прохождения данного курса у вас не возникнет вопросов Как действовать в тех или иных ситуациях Сложившимися на этапе реализации проекта Данный курс он сформирован на нашем опыте Мы реализовали проекты не только местные А также работали много с зарубежными заказчиками И также не только европейскими, а также и азиатскими Многие моменты в данном курсе по авторскому надзору Мы взяли от наших западных коллег из Европы И также часть из них взяли с опыта работы Нашего на китайском рынке То есть после прохождения данного курса Вы выйдете на качественно новый уровень работы В процессе реализации ваших проектов Поэтому мы всех будем рады видеть в нашем курсе То есть данный курс даст вам Системный алгоритм ведения правильного авторского надзора То есть у вас не останется никаких непонятных моментов Как вам действовать в тех или иных ситуациях При реализации проекта У вас не будет болеть голова за проблемы настройки При ведении авторского надзора Потому что вы будете действовать уже по определенной системе Вы усовершенствуете свою работу И получите уверенность в ведении авторского надзора И конечно же увеличите свою прибыль С применением данного алгоритма При комплектации То есть мы рассмотрим те варианты Как ведем комплектацию мы Поэтому Необходимо понять Что в сегодняшнем развивающем и прогрессивном мире Главный ресурс это время Я советую вам свое время не терять Конечно же можно данную структуру по авторскому надзору Разработать самому Потратить на это какое-то время Либо же уже использовать Готовый опыт в наработке Который мы даем в нашем курсе Поэтому всех желающих Мы с радостью ждем на нашем курсе Следите за нашими Вебинарами По данной тематике у нас еще будет несколько вебинаров И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok